ТРАССА СТО ОДИН Приветствую, в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Найти подходящий автомобиль по адекватной цене на вторичном рынке сейчас очень сложно, говорят эксперты. Если появляется хороший вариант, то его быстро покупают. Такая ситуация объясняется тем, что в прошлом году новые авто стремительно дорожали. Многие из тех, кто хотел приобрести машину с нуля, переключились на вторичку. Отсюда и бешеное увеличение спроса. Он повлек за собой и рост цен. Например, если сейчас на популярных сайтах изучать цены на некоторые трех-четырехлетки, то они ненамного меньше стоимости нового авто. ТРАССА СТО ОДИН Компания Рено представила Дастер второго поколения. Продажи новинки стартуют 1 марта. Стоимости и комплектации пока неизвестны. Сейчас цены на внедорожник начинаются от 840 тысяч рублей. Сказать, что машина кардинально изменилась, нельзя. В основе все та же платформа B0, но глубоко модернизированная. В линейке моторов появился 150-сильный бензиновый турбодвигатель объемом 1,3. Кроссовер будет по-прежнему доступен и со 109-сильным дизелем объемом 1,5 литра. ТРАССА СТО ОДИН Автогражданка сейчас и так недешевая, однако она может подорожать сразу наполовину. И ладно бы речь шла о повышении лимита выплат или более качественном ремонте. Нет, цена скакнет, если наш полис ОСАГО будет действовать в Белоруссии. О возможном объединении сфер обязательного автострахования заговорили власти государств. Конечно, озвучивает сомнение и оставить все как есть. Имеется в виду плата примерно в 1000 рублей, которую надо вносить за двухнедельную страховку при пересечении российско-белорусской границы. Питер стал первым российским городом, куда запрещен въезд грузовиков с низким экологическим классом. Если конкретно, то речь идет о машинах массой от 8 тонн и экологическим классом ниже Евро-3. Однако, если компании или частники успели получить пропуска на въезд в северную столицу, то они будут действовать вне зависимости от эко-класса. ТРАССА СТО ОДИН В сферу каршеринга ждут изменения. Например, речь идет о введении тарифов, которые исключат случаи, когда водителю, чтобы сэкономить, приходится гнать. А если гонишь, то получай штраф. Или возможность взять машину в прокат через портал госуслуг. Наконец, может появиться список граждан, которые являются для каршеринговых компаний персонами нон-грата. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания. ТРАССА СТО ОДИН Редактор субтитров А.Семкин